Сам буду давать вот это. Я же тоже играю, я уже как седьмой год как футболом занимаюсь. Я знаю вот эти моменты. Надо просто на психологии вот это все как бы... Как интересно, я никогда не думала, что тебе вообще интересен футбол и что ты занимаешься этим, ну что ты собираешься заниматься этим всерьез. Сейчас. Занимаюсь. Занимаюсь и надо давать то, чего не хватает. Смотри, не секрет, что все наши артисты зарабатывают на тоях, да? И не случайно наш шоу-бизнес называют той бизнесом, да? Минимальная ставка любого артиста, ну я думаю где-то в пределах там трех-пяти тысяч долларов, да? Сейчас вот после всей этой ситуации твой гонорар станет дороже или же наоборот он станет ниже? Ниже не станет, мне кажется. Она наоборот будет расти. Почему? Потому что рейтинг поднялся, допустим. Сейчас каждый, каждый прохожий узнает каждый этот про меня, да? Вот тема это только я. Мне кажется, рейтинги хорошие и народ по-любому будут приглашать. И тем более сейчас на то и уже начали приглашать как бы больше. Больше, да? Чтобы посмотреть, Кайра Тунтиков вышел из СИЗО, вот он живой, поет. Да, вот он живой, да. Это же интрига, что же, как говорится. Ну скажи мне, вот ты же не думал, когда вся эта ситуация начиналась, ты же не думал, что все это будет вот так. То есть ты же не знал, ты же никогда не сталкивался с черным пиаром вот так вот в лоб. То есть эта технология работает? Работает. В моем случае работает. Она сработала сильно. Я же говорю, у каждого, даже вот, ребенка даже спросить, да? Кто только Кайра Тунтиков? А, он недавно вот вышел. Сорок дней отсидел, как говорится. Это уже разговоры, это уже интерес. Скажи мне, Кайра Тунтиков, почему наши артисты тогда не используют эти технологии? То есть очень много денег тратится на клипы, на песни. Человек может столько записывать, все это в ротации отдавать, а когда на самом деле, оказывается, черный пиар... С моей стороны, это было открытие. Я сделал открытие, теперь буду делать. Ждите. Ну смотри, давай не будем забывать о том, что есть же и пострадавший человек, реальный человек, это вот девушка, да, которая пострадала в тот день. Я знаю, что она ждет от тебя взыскания вот своего ущерба, да? Ну да. Сколько там, по-моему, 7 миллионов тенге? Ага. Или сколько? Ну, сейчас не 7 миллионов уже. Уже дешевле? Уже дешевле. Ну, там все нормально. Я и договорился, я... То есть ты собираешься вернуть эти деньги? Конечно, конечно. Я не такой человек, чтобы убегать или судиться дальше. Я же добровольно как бы и сел, допустим, то, что по закону надо, нужно было посадить кого-то, допустим. Нет, потому что я тебе объясню. Многие говорили о том, что у Кайрата Тунтикова на данный момент нет определенного имущества, да, которое бы он мог отдать и расплатиться. Нет постоянной работы, то есть чтобы он где-то числился, да, откуда бы там деньги бы уходили. Видите, со стороны потерпевших, им нужно было не шуметь, а вот просто, тихонечко, да, со мной там пообщаться, срок дать какой-нибудь, да. Я же не убегаю, допустим, да. Ну, зачем вот все как бы... Это и стало сенсацией, понимаете. Это и стало сенсацией. И им тоже сейчас тяжело, допустим, да, потому что, я не знаю, ну, нужно было просто договориться. Договориться. Но в тот момент у меня, конечно, этой суммы не было. Из-за этого, наверное, так и получилось. Но сейчас ты занимаешься... А сейчас все нормально. Сейчас все нормально. То есть сейчас вы договорились о том, что ты возвращаешь эти деньги в течение какого-то времени? В течение какого-то времени. Угу. Да. Ну, ты знаешь, я думаю, что после всей этой ситуации, наверное, многие задумались о том... Наверное, все артисты начали, у кого нет страховки, там начали уже делать... И не только артисты. И не только артисты. Ну, это уже, наверное, пример, мне кажется. Но пускай такого не будет, да, лучше, лучше не надо, чтобы уже не повторялось. Ну, это как бы урок. И для меня, и вообще, вообще всем. И для народа, можно сказать. А ты до этого вообще был знаком с СИЗО? Был знаком, да, был знаком, конечно. Из-за этого я спокойно, как бы добровольно пошел, не начал там судиться с кем-то. Ты знаешь, что многие говорили о том, что это несправедливо. Что вот Кайрата Тунтекова отправили в СИЗО, и он там будет 40 дней отдыхать. Лучше бы ему отправили там на общественные работы. Вот как раньше, помнишь, при Советском Союзе нарушителей правопорядка отправляли на стройки, там, на заводы. То есть, а Кайрата Тунтекова отправили в СИЗО отдыхать на 40 дней. Отдыхать. Да. То есть, многие говорили об этом. Ага. Лучше на свободе ходить эти 40 дней, да, можно сказать так. Лучше штрафом, как бы, можно было бы решить. Ну, судьба. В 27 лет ты столкнулся с такой ситуацией, которая может тебе определить, кто есть кто в твоей жизни. Ты для себя многое понял? Конечно. Как говорится, мюшель жаст, я вот это, хазахта, мюшель жаст, да. Я вот, получается, эти 40 дней у меня, как бы, я возродился, можно сказать, да, или как, да. Заново родился, деген-сехтог, да. Может, с новыми силами. Начинаешь новый цикл в своей жизни. Новый цикл, с нового листа, можно сказать, так, наверное. Но зато это к лучшему. Завтра зато будем уже вспоминать, когда будем нормально работать, да, дарить людям, как бы, радость. Тогда будем вспоминать. Может быть, через 5 лет, я надеюсь, будет существовать программа. Ну, в более, так сказать, улучшенном варианте. Да, улучшенном варианте. Со всякими спецэффектами, да, в 3D. Да, тогда будем вспоминать уже. Скажи мне, ты вот около 10 лет работаешь в шоу-бизнесе, да, казахстанском. И, учитывая, скажем, немаленькие гонорары наших звезд, я думаю, что за этот период ты имеешь какой-то капитал? Капитал. Квартира, машина. Можем об этом, в принципе, не говорить, потому что все знают то, что я из простой семьи, то, что я со своими силами, как бы, поднимался и поднимаюсь, иду вперед, что бы ни было, да. Ну, какой ситуации не было. Ну, своими силами. Иншаллах, все будет в будущем. Вот, в ближайшем будущем, я даже надеюсь. Ну, первая цель – это, как бы, поднимать интересы нашей молодежи, да? Молодых, допустим. Так интересно слышать о 27-летнем парне, говорить интересы молодых. Он сам молодой. Да. Иметь в виду, я сам молодой, но все-таки, хоть и молодой, но, наверное, раньше понял все это. Что для тебя главное в жизни? Что ты понял для себя вот за эти 40 дней? Мне кажется, это главное – это свое «я». В плане не то, что это не первое. Первое – это родители, конечно, в этой жизни, да, это все знают. А потом, вот, уже свои интересы, да. Надо себя просто, мне кажется, контролировать. Сколько тебе было лет, когда ты выиграл «Суперстар»? 18-19, 19 лет. 19 лет. Такой ошеломляющий успех тебе 19 лет. Я представляю, да, что творилось с тобой в тот момент, да? Ты был на пике славы. Смотрите, «Суперстар» – это первый взрыв, можно сказать, да? Второй – вот «Новая волна», французская песня. Ну, все взяты, да, в одно, то есть, это тоже шум был, ну, имеется в виду, и песню слушали хорошо. Ну, тогда шум был в другом, то есть, шум был положительный? Положительный. Да. А сейчас вот ситуация сенсационная, можно сказать. То есть, можно сказать, третий этап в твоей жизни, да? В моей жизни, да. Ну, это теперь от меня зависит, я же говорю. То есть, можно сказать, что вот эти моменты славы, они немножечко тебя изменили? То есть, когда ты мог позволить себе больше, чем можно? Мы все хотим жить хорошо, да, правильно? У каждого человека это мечта, это не то, что мечта, это охота добиться всего. Ну, понимаешь, те моменты, да, я до этого, конечно, был на старте, то есть, был готов открыть все, как бы, работать дальше и писать песни. Ну, бывает же в жизни, что-то мешает все-таки, хотя, ну, какая-то мелочь даже, да, вот, помешает и все. Я такой человек, я, можно сказать, хоть и не показываю, но ранимый. Ну, ты всегда себя чувствовал свободным? Мне, конечно, тяжело. То есть, если у меня был бы продюсер, да, я бы спокойно ходил бы, свободно, да. А сейчас мне, ну, как бы, по-любому, свободы нет. То есть, потому что... Потому что все вопросы решаешь сам. Все вопросы решаю сам. Все, на все в ответе, как бы, да, во все. И вот, свободы никакой пока не вижу, не чувствую. И не нужно, наверное. И не нужно, и не нужно, потому что, если будешь ходить свободным, там, я не знаю, ни о чем не думать, ты сломаешься резко. А в моем случае этого не надо, я так думаю. Надо вперед. То есть, сейчас я... Таким образом, вот у меня вот это и стоит сейчас. Я знаю, что очень много желающих было взять у тебя интервью. Очень много. И кто-то даже успел, да, взять, но это было такое маленькое интервью. Спасибо тебе, что ты пришел именно ко мне, эксклюзивно. Но я знаю, что ты готов следующее интервью давать, то есть продавать, можно сказать. Ну, насчет этого я думал. Но у нас, в принципе, еще менталитет не тот, честно. Мне кажется, через 5 лет, наверное, уже более-менее будет. Потому что мы приходим на телевидение, наоборот, мы платим за ротацию. Наоборот, мы, как бы, по-любому, да, артисты. А в Европе это же совсем по-другому же, да? Там наоборот. Телеканал выкупает для ротации. И даже для журналов, да, можно сказать, да? Первая фотография после СИЗО. Да, допустим, Дженни. То есть первое эксклюзивное интервью. Да, эксклюзивные фотографии, допустим, там, когда этот Дженнифер Лопес рожала, допустим, да? Тоже продают, как говорится. А у нас этого еще не получится. Такого еще не будет. Мне кажется, это бесполезно. И даже к сенсациям наш народ не готов. Вот, вот, не готов. А что делать? Ломать стереотипы? Ломать стереотипы, я же говорю, еще рановато. Все-таки рановато. Еще рановато. Еще рановато. То есть попав в эту ситуацию, понимая, что рейтинги взлетели. Взлетели. Ты все равно говоришь о том, что рановато. То есть если бы эта ситуация произошла... Я не хочу завтра лишних разговоров еще раз, да, мой адрес, допустим. Вот, оказывается, мы попросили там интервью, но он там деньги попросил, да? Это тоже, мне кажется, несовместимо пока у нас в Казахстане. Скажи мне, а с кем из звезд казахстанского шоу-бизнеса ты дружишь? С кем у тебя прям очень близкие отношения? Или нет такой особой дружбы? Мои друзья это народ, наверное, все-таки. Потому что мы же дети народа, да, можно сказать? Ну, да, благодаря программе Еля Узанда мы увидели твою семью, да, мы увидели твоих родителей. Если честно, ты знаешь, я просто удивилась, как ребенок родился в семье, да, где папа не музыкант, мама не музыкант, да. К шоу-бизнесу никакого отношения вы не имеете. Видно, что родители занимаются вот своими делами, да, то есть они прям из народа. И я просто удивилась, и ты на суперстаре поешь Джексона. Танцуешь как Майкл Джексон, да? Не совсем. Я просто удивилась, откуда, ты же рос в Шумкенте, да, то есть в Алма-Ате, городские мачки, там, в Астане, сейчас, да, может быть, не найдешь таких самородков, да? Моя мама в детстве пела тоже. Пела, да? Ну, да. Ну, понимаешь, бабушка моя пела. Интересно, ну, у тебя же, то есть ты же пел такие песни, да, которые, скажем, там, хиты даже не твоего поколения. Ну, да. Я слушал казахстанскую эстраду, допустим, да, допустим, муза-арт, ну. Еще нескольких, да? Ну, все-таки меня тянуло вот на Европу, на европейский этот, да, Майкл Джексон, как вы говорите. Я ее пил на арабских языках, допустим. Это уже от человека зависит. То, что я с детства слушал, я в наушниках был в детстве, так вырос. Вообще не покидал музыку. В любом месте можно было бы даже спеть, как говорится, да. На встрече сидишь, допустим, где-то там, с друзьями стоишь. Они уже привыкли тогда, в тот момент, потому что я был молодым. И пел, 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 пел. И вот так, таким образом, и суперстар выиграли, я надеюсь. Аллаху ащкор. Я хотел стать известным. Я хотел находиться в числе других звезд, да, наших. Но вот это сбилось. Оказывается, это все-таки, чего хочет человек, да, того и как бы возьмет, одним словом. Сейчас чего тебе хочется больше всего? Ну, сейчас только-только приходим в себя. Ну, вот, помочь детям. Это главное сейчас для меня. Потому что с детьми работать, это... Мне нравится с детьми работать. А когда мы сможем услышать, увидеть твои проекты? Скоро. Уже? Уже скоро. Трудимся. Тяжело. Охота. Побыстрее. Но быстро не будет, ничего не случается, не происходит. Но будем ждать и делать. Ты стал сильнее за эти 40 дней? Да. Я же говорю, людей уже узнаешь, уже видишь насквозь, да? Я вот даже на вас смотрю. Вы очень хороший человек. В душе. Ну, не снаружи, да? То есть, а раньше этого не было, получается? Раньше, наверное, я же говорю, я был не готов к этому, к серьезному, да, допустим, к серьезным делам. То есть, раньше можно сказать, что ты больше доверял людям? Больше доверял людям. Сейчас меньше? Сейчас меньше? Нет. Так же. Ну, уже знаешь, с кем общаться, с кем нет. Ну, я надеюсь, это к лучшему, что вот эта ситуация произошла в моей жизни, да? Это в пользу для меня. Как ты думаешь, сколько времени понадобится, чтобы реабилитироваться перед своими поклонниками? Ну, я уже вышел из кома, в принципе. Только теперь надо результаты показывать. То есть, ты сможешь реабилитироваться тогда, когда ты покажешь новые результаты? Да. Я уже готов к этому. Так что, я вышел из кома. Теперь зрителей ждите, телезрителей, народ. Вот, на самом деле, я очень благодарен народу, от всей души, что поддержали, да? Я от них вот почувствовал вот эту вот силу, от народа. Вот, надеюсь, теперь, не надеюсь, я знаю то, что я вас очень скоро порадую. Так что, всегда улыбайтесь. С кем не бывает эта вот ситуация, да? Желаю всем счастья. Огромное. Кайрат, я желаю тебе, чтобы ты достойно выкарабкался, да, и всей этой ситуации. Чтобы эти ситуации никогда не повторялись в твоей жизни. И мы ни от чего не застрахованы, к сожалению, да? Самое главное – сделать правильные выводы. И ты своим примером сейчас показываешь, что ты стал другим, да? Да. Надо, надо. Надо меняться. Ну, в лучшую сторону. Ну что ж, я вижу, что это уже происходит. Желаю тебе удачи. И хочу быстрее услышать твои новые песни, послушать твой уникальный голос. И спасибо еще раз, что пришел ко мне в студию. Вы смотрели программу «Статус-кво». Сегодня у меня было эксклюзивное интервью с Кайратом Тунцековым. Увидимся в следующий четверг. Всего доброго.